Белорусский вокзал в Москве, ворота на фронт. Он помнит сотни тысяч прощаний, которые так и не стали кратными встречам. Именно отсюда летом 41-го на запад уходили первые эшелоны на фронт. И здесь же собирались горожане, чтобы услышать сводки Совинформбюро. Каждый год, 22 июня, сюда снова приходят люди. Не с чемоданами, с цветами. Чтобы от Москвы до Бреста звучало непрерывно. Мы помним. Вставай, страна огромная. Впервые спета именно в зале ожидания белорусского вокзала. Тогда уже четыре дня защитники Брестской крепости сражались с фашистами. Эшелоны из Москвы один за другим отправлялись на помощь. Чтобы помнили сегодня знаменитый комбат, ушедший в последнюю атаку на фасаде вокзала. Молодые солдаты, словно ждущие команды по вагонам. Отголоски той войны, в музыке военных лет, в портретах погибших и в словах живых свидетелей. Передайте белорусскому народу мою благодарность за то, что мы вместе воевали в годы Великой Отечественной войны. И память об этом, вот этот белорусский вокзал. Благодарю вас за память о той войне и о людях той поры, когда сама земля средь грохота металла от боли корчасть плакала на взрыв. Родственникам солдат, не вернувшихся с фронта, сегодня на белорусском вокзале вручали медали их отцов и дедов. Кстати, по данным Центрального архива Минобороны России, награды еще не нашли около миллиона героев. Ведомство сейчас создает картотеку и ведет поиск семей награжденных, чтобы передать им боевые ордена. С этой акции на белорусском вокзале для многих российских ветеранов только начинается череда памятных встреч. Те, кому позволяет здоровье, уже собираются в Беларусь, чтобы с однополчанами отметить День независимости и День освобождения нашей страны. 3 июля их ждут в Минске, а значит повода далеко убирать пиджаки и кители с наградами у победителей еще нет. Светлана Корольская, Светлана Чевдарь, Наши новости, Москва.